Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цесарским. Ну и как вы уже, наверное, догадались, радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь, который сегодня находится в нашей студии непосредственно. Рад тебя видеть. Взаимно, Сережа, добрый день. Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, в первую очередь, хотел поздравить тех, кто отмечает сегодня день Святаго Валентина. Ну, есть такие, кто поздравляет своих любимых. Мы говорим, что праздник сам по себе хороший, но понятно, что в большей степени это к маркетологам. Но, тем не менее, раз это делает бизнес, то мы не против. Это бизнес дает и тем, кто рекламирует, и тем, кто продает, и тем, кто, наверное, покупает тоже, потому что подарить любимому человеку что-то такое в виде цветов ли или еще чего-либо – это хорошо. Вот. Ну, как всегда, напомню, что ТВ-клуб к вашим услугам сегодня. Очень интересная передача поставлена адвоката Бориса Паланта, очень известного адвоката из Нью-Йорка. Он там рассказывает о непосредственной встрече в так называемом поместье, где проживает Дональд Трамп. Там была, в общем-то, серьезная тусовка. В том числе там участвовал и Трамп, там был и Рэнд Пол, и был вот этот наш друг и коллега. Ну, а теперь другой наш друг, то есть сейчас которого вы тоже ждали и спрашивали, а куда же он подевался. Ну, вот считайте, что ария московского гостя сейчас прозвучит. С нами мой тезка, мой коллега Игорь Туфельд. Игорь, привет. Ну, уже из Бостона, да? Да, да. Из Бостона. Из Бостона. Ну, я думаю, что ты, как всегда, подготовил некую информацию, которой ты мог бы поделиться. И мы первую часть передачи, как всегда, послушаем. Ну, не обещаю, что не буду тебя прерывать, но я думаю, что в первую очередь тебе есть что рассказать. Я не знаю, о настроениях в Москве или о чем-то другом уж. Может, ты уже за эти пару дней и здесь что-то успел увидеть? Ну, видеть я в основном успел снег, который начал идти вчера, и шел практически весь день, не останавливаясь. Поэтому сегодня после передачи мне предстоит довольно трудоемковая задача по уборке снега здесь. Ну, слава богу, что у меня есть снегоуборочная машина, так что удастся это сделать как-то побыстрее. Лопатой это заняло бы... Ну, понятно. Ну, а чикагцев ты не удивишь этим. Я понимаю, но нас смотрят не только в Чикаго, поэтому... А, ну да. Да, так что в отношении настроений, то есть здесь как-то на удивление, все, что похоже происходит в Москве, и все, что происходит здесь, в принципе, похоже. Я имею в виду, прежде всего, настроение в отношении предвоенного, так сказать, настроения, предвоенная зима, и даже вот у меня появился такой заголовок «Если завтра война». Потому что, судя по тому, что говорят в Госдепартаменте и в Пентагоне, и в Белом доме, что вообще война должна начаться 16 февраля, то есть послезавтра. У меня, честно говоря, большие сомнения по этому поводу. И, ну, собственно говоря, здесь даже добавить нечего, потому что... Мне кажется, что это настолько вообще глупо и настолько безответственно, тем более называть какие-то конкретные данные. Это полностью... Даты, даты, да. Да, это полностью противоречит тому, что было в 41-м году, когда товарища Сталина, как известно, неоднократно предупреждали из разных источников, в том числе из НКВД, из иностранного отдела, сведения, которые получал генерал Судоплатов от своего разведчика Рихарда Зорги, были перебежчики с немецкой стороны, но Сталин упорно отказывался в это верить, и говорил, что это провокация. А здесь вот наоборот нас пытаются убедить, что уже даже дата есть, 16 февраля, послезавтра. Видимо, решили в Москве не портить День Святого Валентина, праздник влюбленных, поэтому решили перенести на два дня. Другого объяснения у меня нет. Причем уже даже расписано все буквально по минутам. Когда танки будут по Киеву ходить, когда начнется бомбардировка, когда начнется пехотное вторжение, сухопутное вторжение, танки и так далее. Ну, вообще, на самом деле, в Москве как-то к этому относятся, ну, скажем так, сомнительно. Ну, 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 ты давай добавь, что значит в Москве? Ты имеешь в виду кремлевских обитателей или простых людей, так называемых простых? Кого? Ну, скажем так, есть люди, которые имеют отношение к кремлю, к власти. Окей. Есть люди простые, как ты говоришь. Но, собственно говоря, в данной ситуации большинство простых людей, которые смотрят российское телевидение, они, собственно говоря, верят тому, что происходит. Потому что в этой ситуации то, что говорят, это пища для размышления, как известно. И, в общем-то, поставлено это на самом высоком профессиональном уровне. Тут уж нечего говорить. Я сейчас не говорю о той информации, насколько она справедлива, насколько она достоверна, насколько она правдива. Но в данной ситуации я могу сказать, что мое мнение, в общем-то, отчасти совпадает с тем, что говорят там. Что эскалация происходит в основном на Западе. По каким причинам? Там есть несколько версий. У меня версия несколько другая. Ну, во-первых, я считаю, что президент наш, который находится в Белом доме, в общем-то, в достаточной степени не владеет ситуацией, мягко так скажем. Ну, Игорь, ну, давай так. Это коллективный Байден. Ну, какой он там президент? Это окей. Ну, неважно. Мы же понимаем. Мы называем коллективный. Ну, что-то там артикулирует еще. Слава государства. А кто там, коллектив какой. Соответственно, коллектив тоже такой же. Ну, это понятно. Хорошо, вот он заявил про 16-е число. Он много чего заявлял. Но вот наш тоже участник нашего клуба и наш хороший, в общем-то, эксперт Андрей Ларионов, он уже несколько раз очень резко и назидательно писал. Это мы опубликовали, кстати, сегодня в «Континенте». Можно почитать этот материал. О том, что это все сговор, сговор Путина, Байдена. Ну, и дальше продолжать. Ты с этим согласен? Или у тебя другая версия? Ну, у меня, по крайней мере, нет никаких доказательств того, что это сговор. Но единственное, что я могу сказать, что из всего того, что происходит, ну, просто путем, так сказать, простого, самого простого анализа, можно прийти к выводу, что Украина, соответственно, в этом никак не может быть заинтересована, потому что у Украины нет ни малейшего шанса победить в этом конфликте даже, как его не назвать, крупномасштабное, мелкомасштабное, просто военный конфликт. Ну, как ни назови и как к этому не подходить, во всех вариантах для Украины это проигрышный вариант. В отношении России, мне кажется, что это тоже совсем невыгодно России начинать какую-то военную заварушку в этом районе, потому что оказаться страной-изгоем и страной-агрессором, это, в общем-то, противоречит, мне кажется, интересам России, тем более, когда, по сути, овчинка особой выделки-то и не стоит в этой ситуации. Настаивать на невключении Украины в НАТО, ну, это, по крайней мере, можно как-то объяснить. Желание, желание России. Но настаивать на этом, по-моему, тоже нет никаких возможностей, тем более, собственно говоря, это и не нужно, потому что, как мы знаем, для того, чтобы какая-то страна вступила в НАТО, все 30 государств-членов НАТО должны проголосовать единогласно. Ну, во-первых, во-вторых, там не должно быть территориальных конфликтов, то есть, короче говоря, это все надуманные совершенно объяснения вот своей политики, потому что, ну, мы понимаем прекрасно, что, ну, даже, даже, та же Германия с ее политикой нынешней вряд ли даст добро. Я уж не говорю про остальные факторы. Ну, на вступление Украины? Да, да, я имею в виду Украина или Грузия, неважно. Ну, да, собственно говоря, уже была такая ситуация в 2008 году, когда Украина должна была вступить в НАТО, и как раз две страны, Германия и Франция, проголосовали против. На самом деле, мне кажется, что это чистая показуха, когда Министерство иностранных дел России говорит о том, что она против вступления Украины в НАТО. Мне кажется, что гораздо легче добиться успеха в этом вопросе, просто проведя какие-то переговоры непосредственно с представителями одной из стран, которые входят в НАТО, и объяснить, почему, что и как, и убедить. Видимо, в 2008 году такие переговоры проводились, и проводились довольно успешно. Достаточно было одной страны, а было две страны. А сейчас, может быть, будет еще одна. Тем более, что мы знаем, что несколько стран уже заявили о том, что они не будут участвовать в военной операции НАТО, если она начнется. Так что вопрос по поводу вступления Украины и Грузии в НАТО на данный момент просто не актуален. Не, ну, смотри, на самом деле, что получается. Если даже Россия решит атаковать, и пойдут и авиации, и танки, и так далее, легкой прогулки им там не видать, потому что Украина не намерена, значит, на милость победителя сдаться. Там достаточно вооружений за это время, и еще новое поступило. И это будет большая кровь, большая рубка, которая непредсказуемым результатом приведет. Не только Украине, России, судя по всему, это не надо. А вот зачем это надо Байдену? Ты можешь рассказать? Ну, я думаю, что на самом деле Байдену это нужно по нескольким причинам. То есть, по крайней мере, чисто с точки зрения его политического веса на сегодняшний день, если вообще вес какой-то существует, то, во-первых, это отвлекает внимание. Очень такой маневр проверенный. Уже то же самое, как было... «Привет, Моника» называется. Помнишь? «Моника Элевинский», да. И, кстати, замечательный есть американский фильм на эту тему. Я советую его всем посмотреть, кто не видел. Там играют Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро. Называется он «Walk the Dog». В переводе с английского «Хвост стреляет собакой». То есть, там полностью обыгрывается как раз вот эта конкретная ситуация, конечно, без названия конкретных лиц, мест и так далее. Но действия происходят в Соединенных Штатах Америки, конфликт в Белом Доме, президентский конфликт. Ну, все понимают, что, собственно говоря, даже без указания имен, все поняли, о чем идет речь. Это первый вариант. Ну, отплечь внимание, эскалация, так сказать, не обязательно должна закончиться военным конфликтом, но если бы закончилась бы военным конфликтом, то это был бы, конечно, довольно такой серьезный плюс для минусового президента. И в этой ситуации, возможно, опять же, все зависит от реакции, что-то произошло бы в отношении поднятия его рейтинга, там, не знаю, на два, на три пункта. Это первый вариант. Второй вариант, когда есть эскалация ситуации, которая, как говорят местные специалисты, в кавычках, или все-таки намеренно они искажают истину, это приводит к своеобразной гонке вооружения. А гонка вооружения – это всегда возможность продать оружие, заработать на этом деньги. При той ситуации экономической, которая сегодня царит в Соединенных Штатах Америки, это тоже не самый худший вариант и для поднятия рейтинга, и для какой-то, по крайней мере, временной стабилизации финансовой инфляции, там и прочие дела, вызванные, кстати говоря, не только неумелой политикой Байдена, не только кризисом на границе и засилием нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах Америки, но и пандемией, потому что, в общем-то, именно вот эта вот реакция Байдена, который говорил, что все сваливал на Трампа, тем не менее, как раз, по-моему, вчера Америка отметила новую цифру в количестве погибших от ковида, опять же, неизвестно, кто и как это считал, но официально цифра превысила 900 тысяч американских граждан, то есть на вчерашний день цифра составила 920 тысяч, то есть почти миллион. Это все, вот, собственно говоря, после всей этой критики, которая, как мы уже говорили, сначала Байден критиковал Трампа, который был президентом за то, что он закрыл границы и полеты в Китай, называл его ксенофобом и называл его расистом, и белым сюпримасистом, и кем только он его не называл. А потом сказал, что если он станет президентом, он выведет страну из кризиса, и что мы видим, ничего он не сделал, ничего, никого не выведет. Нет, он много чего сделал, он вгоняет страну. Он ввел ее в болото, по сути дела, и на самом деле в этой ситуации мне кажется, что можно ему дать даже такое название, как типа псевдонима или там кличку, типа Джо Сусанин. Вот чем тебе такое не подходит? У него уже их столько этих прозвий, что я думаю, более чем у кого-то из даже предшественников. Но смотри, мы это понимаем, что да, своего рода перевод стрелок на внешние вопросы, отвлечь от внутренних проблем, которые он решить не может в силу вот тех причин, о которых и ты говорил, и в общем уже, как тут говорят, только ленивый уже не говорит о том, что делается не так. Но это один из моментов, но есть, наверное, еще и другие, что побуждают вот именно вот, ну, вбрасывать, вот, я просто не понимаю, как можно вот это все равно, что, ты Сталин вспомнил, да, все равно, что кто-то бы до того, как вот с трибуны сообщал, что такого-то числа, там, Гитлер нападет и так далее. Но это же бред какой-то. Ну, бред, ну, собственно говоря, сообщал же не Гитлер в данной ситуации. То есть это все равно, что, допустим, там вышел бы товарищ Молотов и сказал, 22 июня на нас должны напасть. Не-не-не, подожди, не Молотов, с третьей стороны, с третьей. Ну, хорошо, Рузвельт, Черчилль, там, Геладьер. Да, 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 вот Рузвельт говорит. Сикорский, Деголь. Ну, кто-то из вот этих означенных вот выходит и говорит. Да, там можно называть, можно кого угодно, да. Да, ну, опять же, дело не в этом, а дело в том, что на самом деле, я еще объясню, почему, на мой взгляд, нападение России на Украину невозможно. Как перед тем, опять же, такой экскурс в историю, перед тем, как Советский Союз, Сталин, Молотов и примкнувший к ним Каганович решили прибрать к рукам Прибалтику, они предварительно заключили договор с немцами, с известной пактой о ненападении, Римментрог-Молотов. Там было указано, все расписано о разделении восточной части Европы, Прибалтика отходит к России, часть Польши тоже отходит к Советскому Союзу. И, в общем-то, все было заранее запланировано. То есть, если на сегодняшний день, просто, опять же, чисто теоретически, у России был бы какой-то договор с кем-то из европейских стран о разделе, допустим, Украины или о неммешательстве, то тогда ситуация была бы другой. Более того, я уверен, что если бы вот этот пресловутый пакт о ненападении не был бы подписан, то Советский Союз вряд ли бы решился на такую авантюру, как присоединение трех прибалтийских стран. Ну, это все гипотетически сейчас можно рассуждать что угодно. Делал бы кто-то, напал бы кто-то на кого-то или нет, можно рассуждать столько лет спустя, я понимаю, 80 лет там прошло. Нет, просто здесь я провожу некие параллели, потому что тогда никто не говорил о том, что Советский Союз присоединит себе Прибалтику, тем более, что все это происходило уже после финской войны, неудачной для Советского Союза, как мы знаем. И, в общем-то, в этой ситуации, конечно, нужна была, необходимо нужна была поддержка Советскому Союзу и Сталину такой державы, как Германия в тот момент, нацистской Германии, которая, собственно говоря, и обеспечила успех этой операции по захвату прибалтийских стран. И здесь я не вижу никаких факторов, которые могли бы России помочь каким-то образом успешно осуществить эту военную операцию. А требовать от НАТО отвезти свои войска, ну, это то же самое. На самом деле, я считаю, что вот заявление министра иностранных дел России и Лаврова о том, что иностранные государства не имеют права требовать от российских войск отвода их от границы с Украиной, потому что они находятся на территории России. И, в принципе, в его ответе есть абсолютная логика, которая касается не только российских войск, которые находятся на территории России, близко к границе с Украиной, но и в отношении войск НАТО, которые тоже не находятся на территории России, а находятся на территории других государств, которые не требуют их отвода, а наоборот, способствуют их присутствию для защиты своих собственных границ. То есть, в ответе Лавровой есть абсолютная истина, которая касается не только российских войск, но и войск НАТО. Ну, не знаю, какие там истины. Давай мы сделаем перерыв, потом попробуем открыть наши линии и поговорим. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Возвращаемся в программу «Радиоблог» с Игорем Цезарским. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые ведущие, я хотела сказать, что я бы, конечно, хотела, чтобы правыми оказались вы, а не я. Но буквально, может быть, два дня назад я верила в то, что вы говорите, что это Путину невыгодно, и поэтому он этого делать не будет. А теперь я поняла, что это не совсем так. Во-первых, Израиль, как вы помните, всегда абсолютно серьезно воспринимает угрозы противника. Ну, это началось еще с момента Второй мировой войны, когда угрожали уничтожить евреев и выполняли свои обещания. А второе, это то, что даже инженственные страховые компании отказались страховать рейсы, которые вылетают или прилетают в Украину. Это очень серьезно. Это теперь на это взяло на себя украинское государство. Но я так думаю, что это Байден слил, сдал, как вы хотите, можете говорить, Украину со всем ее содержимым на 100%. И они договорились. Вот это и был сговор. Потому что когда там провел тайные переговоры, ну, не тайные, а то, о которых они не разгласили на 100% все, о чем они говорили с Путиным, так если его наизнанку выворачивали, требовали, чтобы он детально и подробно рассказал, о чем шла речь. А Байдену никто таких претензий не предъявлял. И о чем они говорили, мы не знаем, и что они подписали, мы тоже не знаем. А я думаю, что он сдал и разрешил Путину идти войной до тех пределов, до каких он хочет. И ничего ему за это не будет. Так, я прошу прощения, у вас этот комментарий... Так, стоп, давайте договоримся. Мы не будем читать лекции. Вы высказали свое мнение, вопрос есть? Хорошо, но я бы хотел, чтобы оказались правы вы, а не я. Я сюда, да, я бы тоже хотел, чтобы мы были правы, мы не хотим, чтобы была война, это точно. Так, и теперь у нас есть еще звонок. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я немножко по другой теме. Здравствуйте. Вот, прохождение вперед на бешеных свойственны только улитки. Четырехлетнее следование прокурора спецполкового Дорома все же-таки дают кое-какие результаты. И он уже неоднократно доказал связь с Хиллари Клинтон, команда ее, и с нашим бывшим президентом Обамой, директором Обиакоми, и Линчем, как бы, прокурором из ФСБ России, которые создали и распространили ложь об Раша Гейте. Вот, и, а вот ныне возоблачение, мы не там, к сожалению. Вот сегодня я слышал на всяпаде визу на радио о том, что... А давайте без... Да, 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 стоп. У вас есть вопрос? Да, да, да. Давайте вопрос. Уже прямо перейдем. Давайте. Давайте. Вот я хочу сказать, что вот Хиллари Клинтон, вот 17 числа, выступит у нас с речью, со своими сторонниками, и как бы негласно она начнет свою предвыборную кампанию, и она опираясь на том, что Байден совсем неадекватен, и вот на этом она... куда смотрят наши республиканцы? или они не опираются на вот достижениях спецслужбового Дерема, или их устроит Хиллари Клинтон, как сегодня устраивает Байден? Спасибо, я понял вас. Игорь? Ну, во-первых, я бы не сказал, что республиканцев устраивает Байден, и уж совсем их не устраивает Хиллари Клинтон, и я не уверен, что она все-таки начинает свою предвыборную кампанию, хотя бы из-за того, что она тоже, в общем-то, в возрасте приблизительно таком же, как... ну, помоложе, конечно, чем Байден. Ну, все дело в том, что республиканцы ведут свою борьбу сейчас, политическую борьбу, прежде всего, на предварительных промежуточных выборах, которые состоятся через 8 месяцев, в ноябре, и, собственно говоря, это будет такая достаточно важная веха и вложение в победу на президентских выборах 24-го года. Здесь необходимо отметить, что все, что происходит сейчас в отношении расследования Дюрама, дает определенные плоды. Кроме всего прочего, появилась новая информация в отношении компьютера Хантера Байдена, которая была тщательно сокрыта от общественности, и республиканцы пытаются ее использовать, естественно, в своих целях. А с другой стороны, не надо забывать, что, к сожалению, средства массовой информации, которые придерживаются консервативных взглядов, то есть республиканских, намного меньше, чем либеральных средств массовой информации, поэтому в этой ситуации республиканцы занимаются тем, чтобы донести эту правдивую информацию и о переговорах Байдена с Зеленским, и о возможном сговоре с Россией, и, возможно, о других коррупционных вещах, которые должны всплыть и должны быть донесены до общественности. Так же, как это пытаются сделать республиканцы в отношении фальсификации на выборах, которые левые средства массовой информации до сих пор называют вымышленными и придуманными, и называют это гнусной ложью. На самом деле, все доказательства, которые существуют, это процесс довольно медленный, поэтому, тем более, что представители демократической партии, как только могут, ставят палки в колеса. Если бы вся страна была за, то все можно было бы добиться гораздо быстрее. А так, это процесс медленный, но до промежуточных выборов, как я уже сказал, остаются 8 месяцев. И я надеюсь, что за это время мы узнаем много новостей и в отношении расследования Дюрама, и в отношении Хантера Байдена, и в отношении самого Байдена. Ну, ты же понимаешь, мы очень часто вспоминали некоторые штаты, вот скажем, Аризону, и тоже все время отодвигались некие сроки озвучивания того, что вот-вот и мы получим искомое. А теперь выходит циркуляр, который вообще предположительно любые сомнения в том, что в результате выборов и так далее уже трактует, ты знаешь когда, что это уже люди приравнены, приравнены уже чуть ли не уже конкретно законодательным образом к внутренним террористам. Правильно, но я как раз об этом и сказал, что средства массовой информации, в основном про демократической партии, которые пытаются ставить палки в колеса, и республиканцы должны найти выход из этого, существуют каналы. Кстати говоря, все, что происходит из-за этих фальсификаций, либеральных средств массовой информации, мы видим на примере CNN, которая в свое время была чуть ли не самой смотрибельной телевизионной кампанией, а сейчас ее рейтинг еще находится ниже, чем рейтинг самого президента Байдена, тем более, что это все сопровождается скандалами, то с Куома, одним из ведущих CNN, то с самим такером, студентом компании. Понятно. А тем не менее, канал ОИН, который известен своей консервативной направленностью, он получил с марта месяца ту самую карточку, которую часто они показывают консерваторам, и с платформ Директивишных, он уходит, и то есть его стараются загнать вообще в подпол, хотя мы знаем, что этот канал, он не является же мейнстримовым, естественно, но он смотрибелен среди людей консервативного плана. А что им теперь остается? Сидеть в Ютубе, что они будут делать? Нет, ну, во-первых, Директиве это еще не все, есть еще и Комкаст, и Кельзен. Но это значительно... И, кстати говоря, вот эти заявления о том, что его нужно убрать, я слышу уже почти год. Нет, это уже конкретно с марта. Уже я тебе могу сказать, что это объявлено. Они убирают их из своей, вот из тех каналов, которые они демонстрируют. Из пакета Директиви? Да, из пакета убираются. Ну, значит, если это произойдет, то на самом деле это так же, как СНН, может отразиться на самом Директиве? Ну, дай-то бог, но ты понимаешь, когда у нас монополии, и когда люди, даже скрипя зубами, условно говоря, вынуждены подписывать, иметь это и так далее. То есть не каждый плюет на это и просто переходит, ну, скажем так, на интернетские просмотры. Хотя мы знаем, что Ютуб делает, в том числе даже и с нашим ТВ-клубом, который подвергается постоянным вот таким, в общем-то, нападкам, я бы сказал, и препятствиям. Тем не менее, тем не менее, в общем, есть определенные результаты и в отношении Фейсбука, и в отношении Твиттера. И, собственно говоря, это реакция тех людей, которые поддерживают Трампа. Все-таки не стоит забывать, что за него проголосовало больше 70 миллионов. И, в общем-то, в этой ситуации это довольно серьезное количество людей, в том числе и зрителей, и телезрителей, и пользователей интернета. И, в общем, я не считаю, что все так вот. Да, конечно, есть люди, которые не будут на это обращать внимание. Есть люди, которые вообще не смотрят этот канал. Есть люди, которые о нем вообще никогда не слышали. Да, это понятно. Но сейчас все равно, так или иначе, учитывая, что, как ты уже заметил, что 8 месяцев остается, это вроде бы уже совсем немного, нас в первую очередь заботит, с одной стороны, насколько активен будет избиратель консервативный. Помимо этого, насколько будут представлены от тех же республиканцев люди не такого плана, как лещение и подобные. И, наконец, насколько честным будет то, что будет происходить на участках выборных. У тебя есть вот какая-то информация, более-менее последняя, ну, ты же с республиканской партией, у тебя есть свои взаимоотношения. То есть, есть ли у тебя что-то, особенно по последней части моего вопроса? Ну, есть, конечно, продвижение. И, собственно говоря, в этой ситуации многие люди во время выборов, сторонники демократической партии, сторонники фальсификации и махинации на выборах, прикрывались правилами пандемии. И во многих штатах, и в Верховном суде, в том числе, есть решение по поводу... То есть, другая ситуация, Игорь, извини, давай ты позже ответишь. У нас звонок появился. Слушаем вас. Здравствуйте. Друзья, я хотела вас спросить. А как вы считаете, удастся ли республиканской партии избрать в Конгресс, ну, как бы поменять тех людей, которые придают интерес избирателя и смыкаются с... Ну, когда они видят, что это им выгодно, они голосуют вместе с демократами. Понятно. Спасибо. Игорь, но ты продолжит тот ответ и заодно потом перейди на этот вопрос. Да, то есть, вот все эти решения, которые принимаются в отдельных штатах по поводу борьбы с ограничениями, связанных с пандемией, в конечном итоге будут иметь решающий вес во время выборов на избирательных участках. Окей. И те люди, которые использовали это якобы там маски, соблюдение дистанции, социальная отдаленность и так далее, они в данной ситуации уже будут недействительны. Хорошо, а машины Dominion как тебе? Что? Машины под названием Dominion. Ну, машины под названием Dominion тоже будут контролироваться, соответственно. Будут, да? То есть, ты хочешь... И вообще, возможно, что их уже не будут использовать на этих выборах, по крайней мере, в некоторых штатах. Ага, окей. А теперь в отношении ответа на вопрос нашей слушательницы. Все дело в том, во-первых, будут ли баллотироваться эти люди в верхнюю или нижнюю палату представителей. Скорее всего, в палате представителей, в нижней палате представителей будут переизбираться все члены, потому что там, как известно, срок действия два года. А вот в Сенат далеко не все, потому что сенаторов избирают на шесть лет, поэтому там могут быть более серьезные проблемы. Не, но имеется в виду, будет ли сама партия делать так, чтобы очиститься от известных тебе? Ну, сама партия, в общем-то, показывает, как она относится к тем людям, которые ведут себя несоответствующим с точки зрения республиканской партии образом. Прежде всего, речь идет о Лис Чене, которая уже потеряла свой пост внутри республиканской партии, и о Мите Ромне, которого в своем штате Юта, сенатором от которого он является, освистали во время конгресса республиканской партии. Хорошо, а как тебе информация, Игорь? Слышь, информация по поводу того, сколько денег та же Лис Чене собрала на новые выборы? Она собрала их больше, чем ранее когда-либо? Ну, значит, есть люди, которые дают больше денег. На самом деле, я считаю, что в этой ситуации не только деньги являются решающим фактором. Ну, несомненно, но все же. О чем это говорит? Вот у меня есть, я не могу это доказать ничем, у меня нет фактов, поэтому это чистая спекуляция, но с другой стороны, есть ощущение, что ей помогают люди, ну, типа Сороса и так далее. То есть, с другой стороны. Ну, возможно, возможно, это так. И здесь ничего нельзя сделать, потому что, как известно, Майк Блумберг вложил достаточно серьезную сумму денег во время избирательной кампании в штате Флорида. Да, мы помним. Для того, чтобы Трамп проиграл в этом штате. Но не проиграл, потерял Блумберг деньги. Ну, потерял, но потом... Да, ну и Сорос, может быть, потеряет. Ну, Сорос пока только назначает прокуроров там, где только может, вернее, уже назначил. Ну, в Пенсильвании, да, это известный факт. Тем не менее, все зависит от того, как будут люди голосовать, потому что Сорос может дать деньги, а люди проголосуют так, как они хотят. Совершенно верно. Поэтому я и привел пример с Майком Блумбергом. Правильно, но, понимаешь, есть ощущение, что там в меньшей степени были нарушения, понимаешь? Я не беру такие экстремальные штаты, как Калифорния и Жесней. Там я могу поверить в результативность определенных там групп либеральных, за которые вот такие же, ну, хорошо, не буду ругаться, голосуют. А вот в каких-то местах мы понимаем, что это отнюдь не тот результат, который мог бы быть, если бы кладбище не голосовали и прочие такие места. Ну, да. Но тут как бы вопрос все равно заключается в том, насколько это может решать какое-то соотношение. Потому что я помню в свое время, я слышал такую историю, которую рассказывал Ричард Никсон. Как известно, он баллотировался в президенты первый раз в 60-м году, после того, как пробыл 8 лет на посту вице-президента у президента Эйзенхауэра. И тогда он проиграл с минимальным перевесом Кеннеди. И после этого были разбирательства. И он рассказывал уже, когда он стал президентом, что во время подсчета, пересчета голосов оказалось, что за Кеннеди голосовало много людей, которые уже были, присутствовали в ином мире. И когда ему задали вопрос, а почему, собственно говоря, вы, имея такую информацию, вы не использовали ее против Кеннеди? И он ответил таким образом, а дело в том, что я сам не знаю, сколько кладбищ голосовали за меня. То есть, есть основания предполагать, что не всегда это работает только в одном направлении, в отношении одной партии. Возможно, это действует и в отношении республиканской партии тоже. Если мы здесь просто сравним результаты, то в ответе Никсона, в общем-то, кроется определенная истина. И в любом случае, я считаю, что не за счет кладбищ уж, по крайней мере, победил Байден. В этом я абсолютно... Ну, я вот это «победил», я бы брал в кавычки. Ну, естественно. Все, что я говорю, это и... Это есть кавычки. Победил в кавычках. Просто у нас... Масло-масло-масляное. Ты не, ну, я... Понимаешь, какая штука? Если некоторые слушатели услышат «победил», у них сразу такая реакция, такая стойка и неприятие сказанного, потому что ты при этом, если не делаешь пасы рукой, ну, не все же смотрят, кто-то слушает. Я не раз в этой программе, и не говоря уже о других программах, говорили о фальсификациях, о махинациях, о мошенничестве на выборах, что те люди, которые нас внимательно слушают, вряд ли смогут меня обвинить в том, что я считаю Байдена победителем. Нет, ну, я понимаю. Но, тем не менее, лишний раз повторить об этом не мешает. Почему? Потому что, так или иначе, может быть, у тех просветления произойдет, кто реально свой голос отдал в ту сторону, и теперь вот так же пожинает вот этими плоды своего скудаумия, скажем так, потому что надо было думать, прежде чем идти на такой шаг. А жизнь наша, видишь, показывает, что ложные шаги наказываются. Да, ложные шаги наказуемы. Вот, ну, и, наверное, у нас осталось буквально несколько минут, может быть, что-то из разряда такого не сколько политического, сколько вот занимательного, может быть, ты, из своей долгой поездки, что-нибудь веселое. Ну, собственно говоря, наверное, стоит вспомнить выступление Путина на пресс-конференции с Макроном, где он, в общем-то, в открытом эфире довольно так, я бы сказал, пошутил. Для тех, особенно, кто знает, когда он говорил о президенте Зеленском и о том, что Украина не соблюдает минские соглашения, потому что им это не нравится. И добавил такую расхожую фразу, которую, в общем-то, кто-то знает, кто-то не знает, но тот, кто знает, понял ее соответствующим образом. Он сказал так, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Ну, вот. Да, он известный шутник, человек необычайного ума, глубокого вообще познания мира и все остальное. Ну, я не знаю. Как-то его вот эти откровения у меня не вызывают, лишь никакого энтузиазма. У каждого человека свое видение мира. И в этой ситуации я думаю, что любой человек, который оказался на таком посту, как глава государства, тем более такого непростого государства, как Россия, в общем-то, при всем своем негативе или позитиве, это человек, который, в общем-то, обладает определенными качествами. И когда мне говорят о том, что кто-то там незаслуженно, и даже говоря о таких диктаторах, которые были в истории человечества в 20 веке, то я могу привести пример, который был отображен в книге американского психолога Гилберта, который написал, не путайте его, с английским историком, Мартином Гилбертом. Это другой доктор Гилберт, который написал книжку «Ньюберские дневники». Он был руководителем группы американских психологов, которые исследовали всех подсудимых на Ньюберском процессе, среди которых, как вы знаете, 10 человек. У тебя 20 секунд осталось. И на удивление, тесты, которые они прошли по IQ, были очень-очень высокими, несмотря на всю их садистскую сущность. И из приговоренных к смертной казни самый высокий IQ был у Геринга. 172, по-моему. Вот так вот. Вот это номер, как говоришь ты. Вот это номер, да. Да. Ну, хорошо. Ладно, я не знаю, какой IQ у Путина, но боюсь, что подворотня еще не вышла из него, как в том самом, как в той самой присказке про мальчика. Хорошо. Спасибо тебе за этот эфир. Как говорится, welcome back и будем еще встречаться. Всего доброго. Обязательно. Всего хорошего.